Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Isuzu Trooper 1985 года выпуска Двигатель 2.3, бензин, механика, полный привод Пробег на автомобиле 245 тысяч километров Заменю на нем задний левый подшипник на полуоси Непонятно было, откуда гол идет, но подняли, не вытаскивая, правда Полуоси, покрутили колеса, но определились, что примерно задний левый подшипник Поднимаю автомобиль, снимаю колесо и достаю полуоси Снимаю барабан Барабан сошел легко и просто И это радует Не надо ни отквашивать, ни отстукивать Но в принципе тут Сложностей-то вообще никаких нету Даже тормоза Колодки я оставляю на месте И откручиваю Вот эти болты Четыре штуки Вернее гайки Болты вытащу вместе с полуосью Откручиваю гайки Ключ на 17 Ключ на 17 Хотел обхитрить Говорю, не надо будет снимать с щитом А здесь ничего подобного Здесь придется снимать именно вместе с щитом Потому что подшипник закрыт крышкой С этой стороны Снимаю колодки Снимаем Мятоко Понимаешь Гороб Потом А сейчас 악 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И тросик вытаскиваю. Придется снимать и цилиндрик. Откручивать, спускать жидкость. Передавливаю тормозной шланг. Чтобы вся жидкость не вытекла из бачка. А потом прокачать только одно заднее колесо. То есть только одни задние колеса. Ставлю тазик и откручиваю трубку. Вот такой разрезной ключ. Дело техники на 10. Да, нормально. Штуцер пошел. Ну а вот теперь вытаскиваю полоси. Сидит. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот такая конструкция подшипника здесь. Здесь на полуоси стоит конусный подшипник. Вот если его взять и перевернуть. Вот так вот он себя ведет шумно. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Такого рожкового ключа у меня нет. Продолжение следует... 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 есть место под съемник но нет такой длины съемника поэтому возьму обратный молоток и буду сначала с одной стороны потом с другой стороны подстукивать подстукивать Да, зашевелилась, собью. Все, сбил. Чипник сгоревший. Обойма вся в раковинах. Здесь получается подшипник зажат в эту опорную втулку. Здесь стоит у нас обойма и сальник. У мосту стоит тоже сальник. Сейчас выбиваю сальник и выбиваю обойму. Здесь протру, помою, почистящую, продую. И устанавливаем новый подшипник. В принципе, сложного ничего нет. Но конструкцию такую я еще не видел. Моя сальник. Поршу. Вот так. Академия. Субтитры сделал DimaTorzok Вычищаю Беру подшипник фирмы Optimal 932794 В комплекте идет подшипник и два сальника Один сальник идет в мост, один сальник идет в крышку Идет подшипник И вот так Ну все, сначала запрессовываю обойму Крышку Смазываю силиконовой смазкой Также смазываю обойму Сначала подожму Теперь оправочка Оправочка у меня По размеру подходит Все Обойма стоит на месте Теперь Ставлю сальник Субтитры сделал DimaTorzok Крышку Субтитры сделал DimaTorzok Добавил надпи Зим steam Добавил сальник все сальник сидит на месте теперь можно идти собирать обратно это можно наоборот набиваю смазки набиваю смазки вовнутрь 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 и набиваю смазки в подшипник Продолжение следует... 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 КОНЕЦ Все, ставим барабан Теперь остается только прокачать тормоза Но перед этим снимаю фиксатор Которым я пережимал тормозной шланг Прокачиваю тормоза Тормоза прокачаю уже вакууматором Показывать не буду Ставлю колесо И на этом все Замену подшипника полуоси Я закончил Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok